Минута молчания в память о моряках, которые не вернулись с полей сражений. У памятника юнгам Соловецких островов почетный караул. Участники Великой Отечественной войны и ветераны военно-морского флота принесли живые цветы. В честь юных моряков, которые с оружием в руках, наравне со взрослыми, освобождали родину от немецко-фашистских захватчиков. В годы войны на флот ушли 300 саратовцев, вернулись 121. До сегодняшнего дня дожили всего 11 человек. Михаил Кудряшов – один из них. Это великий праздник, день военно-морского флота. Праздник всех моряков, всех плотов, всех тех, кто остался жив после такой страшной войны. Вспоминаем минувшие дни и участвуем в общественной работе. Владимир Скородумов тоже участник Великой Отечественной войны. Служить на флот пошел в сентябре 1939-го, а уже в 1940-м попал на Камчатку, в 3-й отдельный дивизион подводных лодок, который базировался на плавбазе Саратов. Прошел всю войну, и день ВМФ для него многое значит. Это начало моей серьезной службы, значит, так. И вообще память о тех боевых событиях, которые я испытал. В этот день моряки вспоминают свою службу, охотно рассказывают истории о героизме советских солдат и о своих подвигах. Воевал под Ленинградом в самой каше, на дороге жизни, которая обеспечивала Ленинград. Эвакуировали ленинградцев, раненых бойцов Ленинградского фронта, а туда все сопровождали караваны. Немцы висели буквально над головой на Ю-87, пытались разбомбить. Мы с ними не на жизнь, как говорится, а на смерть сражались. Торжественно ветераны военно-морского флота спускаются к Волге. Здесь у причала их уже ждет теплоход. Речная прогулка – символичный подарок морякам. И в этот день я хочу пожелать им огромного-огромного здоровья. И вот это морское братство, которое сегодня объединяет их, поживет долго-долго в их сердцах. Это действительно замечательные люди. Это люди с большой душой, с большой ответственностью. И сегодня есть, и я думаю, что есть сегодня брать молодому поколению с кого пример. Тем более, что ветераны военно-морского флота активно участвуют в патриотическом воспитании молодежи. Посещают открытые уроки, тематические вечера и праздники. Пока же отправляются вниз по Волге, чтобы еще раз всем вместе поговорить о годах службы и опустить на воду памятный венок.